Россия будет поставлять в Талибану нефтепродукты, газ и пшеницу. Группировка «Талибан» подписала предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Reuters. И. О. Министр торговли и промышленности Афганистана Хаджин Рудин Азизи, завил, что министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что Россия предложила администрации Талибана скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары. Этот шаг – первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с момента их возвращения к власти более года назад. Может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которое фактически отрезало его от мировой банковской системы. Ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение 20 лет вела повстанческую борьбу против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем захватила Кабул после вывода американских войск. Азизи сказал, что соглашение предусматривает поставки России около 1 миллиона тонн бензина, 1 миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн жиженного нефтяного газа СНГ и 2 миллионов тонн пшеницы ежегодно. Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин